Первое послание Фессалоникийской церкви, 2 глава, с 12 по 13 стих, ну, можно 13-й один. «Посему мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Павел здесь говорит, что они непрестанно благодарят Бога за то, что Слово, которое они проповедовали, было принято. И оно было принято не как человеческое Слово, не как Слово Павла, не как Слово Варнавы или кого-то из других служителей, но это было как Слово Божие принято, каково оно и есть поистине. То есть это не было ошибочным, это не было заблуждением, что верующие в церкви Фессалониках, в Греции, они приняли Слово Божие, как Слово от Бога. И так как они приняли это Слово как от Бога, написано «Оно и действует в вас, верующих». Мне хочется сказать о Слове Божьем согласно Его действию. Слово Божие, которое Бог нам предлагает, оно имеет нечто потрясающее, оно имеет очень много значений. И одно из очень сильных значений Слова Божьего – это то, что оно имеет действие, имеет силу внутри себя. Господь не просто предлагает нам Слово как теологическое учение, Он не просто позволяет нам ознакомиться с догмой, с доктриной, с буквой, но Господь имеет нечто большее. Он имеет для тебя и для меня силу, которая следует за этим Словом. То есть действие, которое может это Слово осуществить в нашей жизни. Слово говорит нам, Библия говорит нам о Божьем Слове очень много. И говорится именно о значении. В послании апостола Павла к евреям 4.12 говорится, «Ибо Слово Божие живо и действенно». Обратите внимание на слово «действенно». То есть Слово имеет действие. Даже наши человеческие слова имеют действие. Они очень много значат в этом мире. И когда мы декларацию заполняем или что-то говорим, или устная декларация на границе, они сказали, «Вы можете сказать это устно». Есть такое понятие, они говорят, устная декларация, провозглашение. Слово имеет большое значение. Но Божье Слово, оно имеет тем большее значение. Оно имеет силу, огромную силу. И сказано в Бытие, в первой главе говорится так, что «Бог сказал, да будет свет, и стал свет». И именно когда Бог сказал, именно когда Бог произнес свое Слово, и Слово было пущено в действие, то это Слово сотворило свет, сотворило мир, сотворило животных, человека и так далее. И мы часто недооцениваем Слово Божие. Я могу сказать, я абсолютно в этом уверен, что каждый из нас наверняка недооценивает значение Божьего Слова. Но оно является началом, оно является концом. Бог называет себя Словом. Он отождествляет себя со Словом своим. Написано, вначале было Слово. Слово было у Бога. И Слово было сам Бог. Оно было вначале у Бога. И все через Него начало быть. Без Него ничто не начало быть. Что начало быть, говорит апостол Иоанн в первой главе Евангелия от Иоанна. В нем была жизнь. Слово живо и действенно. В нем была жизнь. Поэтому мы имеем такую привилегию от Господа, что, имея Библию, имея Слово от Господа, мы имеем Его как живое Слово. То есть, оно что-то делает необычно. Оно оживляет нас. И оно имеет действие. Какое же действие оно имеет? О, очень многостороннее действие. Но самое важное действие, написанное в послании римлянам, что благое Слово, то есть благовествование, или по-гречески Евангелие, есть сила Божия ко спасению всякому, кто поверит. Сколько бы мы не желали себе или другим по-человечески каких-то благ или что-либо другое, люди желают друг другу здоровья, благ, счастья, это хорошо. Но есть нечто в Слове Божьем. Это огромнейшая разница, что только благодаря Слову Божьему мы можем получить спасение. Если мы скажем людям, будь спасенным, в смысле, без их участия, без их покаяния, без их принятия Слова Господнего, этого не произойдет. Мы можем пожелать самое лучшее, и это хорошо. Но если мы говорим Слово Господнее, и человек принимает Слово Господнее, как Слово Божие, о римлянам сказано в 10 главе, вера от слышания, слышание от Слова Божия, всякий, кто призовет имя Господнее, спасется. Всякий, кто призовет имя Господнее, спасется. Но как призывать в того, в кого не уверовали? Как верить в того, о ком не слышали? Не слышали Слова. Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? И поэтому все опять возвращается к Слову. Бог посылает Слово, посылает на проповедь. Проповедники говорят, мы слышим. Если мы слышим, мы можем принять Слово и по Слову призвать имя Господа. Если человек скажет, пусть у меня все будет хорошо, это не значит, что у него будет все хорошо. Это хорошо говорить добрые слова. Они благословляют, они реализуют что-то. Положительные эмоции, хорошие пожелания. Но, как важно сказать Божье Слово. И вот за этим Словом приходит самое удивительное и самое великое. Первое – это спасение. И поэтому Павел сказал Римлянам 1,17, Евангелие есть сила Божия. Сила Божия ко спасению всякому, кто поверит. Заметьте, Евангелие – это не есть просто доктрина, это не просто есть теологическая, такое, ну, восприятие Бога как существующего во Вселенной и так далее. Евангелие – это заключается в том, что Бог пришел во плоти, что Он послал Иисуса Христа в этот мир, и Христос хочет спасти грешника. И Он сказал, придите ко Мне все, Я дам вам покой, покайтесь, верьте в Евангелие, верьте в это Слово. И это Слово нас спасло. Аллилуйя. Это Слово спасло миллионы христиан на земле. Слава и благодарение Богу. Они поверили, что Иисус Христос прощает грехи. И они пережили искупление и свободу от греха благодаря Слову Божьему, благодаря смерти Иисуса Христа и Слову, Которое об этом рассказывает. Слава Богу! Хотели ли вы прославить Бога? Слово очень удивительно, оно сильно. Что-то происходит в этом Слове. Происходит возрождение нашей жизни. Потому что, принимая Слово, принимая Духа Святого, мы получаем действие. Мы сами этого не понимали. Мы не ожидали такого действия. Мы знали, что мы грешными. Но мы не ожидали, что это произойдет таким образом, что мы переживем свободу. Свободу от греха, свободу в совести своей, свободу в своем сердце. Потому что Слово Божье имеет действие. Павел говорит, мы благодарим Бога непрестанно, что приняв она от нас Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Подумайте о том, какое Слово мы можем принять и какое действие Божье может быть в нашей жизни. Ведь принимая Слово в свое сердце, мы принимаем действие, которое стоит за этим Словом. Апостол Павел говорил чудесное Слово также в Первом Послании Коринфской Церкви 2.4. Он сказал, «И Слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Это значит, Слово может быть в явлении Духа и силы. Аллилуйя! Наше человеческое Слово не может быть таким. Оно обыкновенное. В лучшем случае, оно положительное. Но Божье Слово, оно имеет явление, то есть проявление Духа и силы. И Павел говорит, для чего это? Чтобы наша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Бог желает вместе со Словом прийти реальностью своей силы в нашу жизнь. И Он говорит, «Я почел быть у вас ничего незначащим, кроме Иисуса Христа, притом распятого». То есть прийти с очень простым Словом, прийти с Словом самым главным об Иисусе Христе, Который своей искупительной жертвой прощает, исцеляет, освобождает. И проповедь моя, я хочу повторить это, и Слово Мое были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Подумаем об этом. Если ты принимаешь Слово Божье в свое сердце, Слово Божье, оно реализует силу в твоей жизни, силу Господню, и оно стоит за этим. Подумайте даже о простом Слове. Допустим, давайте и дастся вам. Или, что посеем мы, то мы пожнем. То есть, если мы начинаем жить законом даяния, если мы начинаем, принимая Слово, жить законом Божьим, оно высвобождает Божьи благословения. Мы там и здесь находим Божьи благословения. Мы находим Божьи чудеса. Если мы принимаем Слово в своем сердце об исцелении, что Бог исцеляет, чтобы мы дерзновение имели молиться друг за друга во время болезни, если мы принимаем Слово, оно начинает реализовать Божью силу. Многие чудеса совершаются в жизни христиан, верующие члены церкви, не обязательно священники, или евангелисты, или пасторы. христиане начинают молиться, принимая Слово Божье. Принимая Слово Божье верой, оно несет в себе силу. Слово Божье в явлении Духа и силы. Христос обещал в Евангелии от Марка, что верующих в Слово Божье будут сопровождать знамения. И в 16.20 сказано, что ученики проповедовали Божье Слово при подкреплении Слова чудесами и знамениями, последующими знамениями. То есть, знамение, это значит, Слово сопровождалось Божьим шагом. Смотрите, насколько Слово ценно в Божьих глазах, что если это Слово будет от Духа Святого, если это Слово будет конкретно от Бога, то оно будет сопровождаться силой. Некоторые служители, как Бенихин, он говорил, или Катрин Кульман, или другие, они говорили, «Подтверди, Господь, Слово! Подтверди это Слово!» То есть, Слово приобретало огромную силу и значение, потому что следом за этим Словом шло Божье присутствие. Поверьте, это не просто воля человека, это воля Божья, потому что Он и Слово Его неразделимы. Если мы берем Слово, как оно есть, в смысле от Бога, если мы принимаем именно в помазании Слово, то Слово, оно за собой что-то приносит. Перемену в нашу жизнь, изменения, духовные или физические. Слово Божие, оно действительно драгоценно, оно действительно имеет силу. И поэтому в Деянии 14.3 говорится, что апостолы проповедовали. Деяния 14 глава, 3 стих, там апостол Павел и Варнава, они проповедовали, и написано, «Господь во свидетельство Слову благодати Своей». То есть, чтобы об этом Слове засвидетельствовать, то есть, дать дополнительное свидетельство, то есть, доказательство, что это от Бога Слово, Он творил руками их знамения и чудеса. Деяния 14.3. «Они смело действуя о Господе, Который во свидетельство Слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса». Смотрите, принимая Слово, проповедуя Слово от Господа, оно сопровождалось Богом. Сам великий Бог, Сам великий Господь, Который на небе, Он следует за этим Словом. Следуем ли мы за Словом? Влечет ли оно нас к себе? Тянемся ли мы, чтобы получить Слово веры через Божьих помазанников людей? Возможно, через интернет или телевидение, я имею в виду сейчас не себя, я имею в виду Божьи мужи, которых Бог поставил на земле. Имеем ли мы стремление к написанному Слову, которое есть в Библии? То есть, тянемся ли мы? Бог хочет, чтобы у нас это было, чтобы мы уважали, почитали Божье Слово. Более того, трепетали пред Ним. И поэтому Господь сказал, что я презрю на кого? То есть, обращу внимание на того, кто смиренный и сокрушенный, и кто трепещет перед Словом Моим. Это Слово, которое в нашей жизни, Слово написанное, Слово сказанное, то есть, Логос и Рема, оно пусть вызывает в нас трепет, потому что в этом Слове есть Бог, в этом Слове есть Господь. Павел говорит, я благодарен Богу, что вы приняли от нас Слово, не как человеческое, но как Слово Божье, которое и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Пусть в нашем сердце останется всегда жажда к Слову, пусть в нашем сердце будет особое уважение к Библии, особое уважение к Евангелию. Мы знаем, что там говорит Бог, из этого Слова говорит Господь. Именно Слово производит в нас веру, необходимую для спасения, исцеления и так далее. Написано, вера исходит от слышания, слышание от Слова Божьего, Римлянам 10, 17, мы говорили об этом, да? И поэтому Слово, оно производит в нас веру. И когда мы проявляем веру, то Слово как бы начинает открываться, оно как бы начинает оживляться для нас, осуществлять в нашей жизни то, что оно в себе имеет. Оно имеет действие. Господь сказал так, в Исаии 55 главе, 10 стихом, Исаия 55, 10 и 11, Господь говорит, как дождь и снег, не сходит с неба, и туда уже не возвращается. То есть мы знаем, что дождь в таком виде, как он пришел, он не возвращается. И снег, он не поворачивается обратно и не уходит в небо, но совершает то, для чего я послал его. И Бог говорит дальше о Слове Своем, так и Слово Мое. Оно не возвращается ко мне тщетным, оно не возвращается ко мне напрасным, бесполезным, но совершает то, для чего я послал его. Слава Господу! Вы представляете, друзья, что Слово, которое посылает нам Господь, оно приходит не напрасно, оно совершает то, для чего послал Господь. Любое Слово, любую заповедь Господа Иисуса Христа, если мы возьмем, если мы принимаем это, принимаем это в свое сердце, если оно вселяется в наше сердце, потому что в Колоссянам 3,16 сказано Слово Христово, да вселяется в вас обильно, вселяется, то есть, чтобы Слово буквально поселилось в нас, как и Господь. И хочу вернуться в Исаии, как дождь и снег, который сходит с неба, чтобы напаять и произращать, то есть, Бог посылает дождь для того, чтобы был плод, чтобы был урожай, был результат. Так и Слово Мое, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, Господь говорит. Удивительно. Вот что мы можем ожидать от Слова Божьего, что оно сделает в нашей жизни что-то, оно исполнит нас. Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, совершает то, для чего я послал Его. Пусть Бог нам поможет так относиться к Слову Господнему, как к могущему нас, или как бы, как могущему совершать, исполнять в нас, угодное Богу. И Господь о Своем Слове говорит очень велико. Он говорит о Нем так, что Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь. Иеремия 23, 29. Бог говорит, Слово Мое не подобно ли огню. Вы знаете, огромная сила, поглощающая сила огня. Он истребляет все. Или Слово Господне, или огонь, Он согревает, светит, да? Господь говорит, Мое Слово подобно огню. Оно имеет огромную силу. И еще Господь сказал, Мое Слово подобно молоту, разрушающему скалу. Мы представляем сразу картину. Мы представляем, ведь раньше были механические средства, не автоматические, но были механические. То есть это примитивное орудие. Большими молотами, молотами, кувалды отбивались куски, гранита, куски камней. И Господь говорит, Мое Слово подобно молоту, сокрушающему скалу. Если мы принимаем в свое сердце это Слово, оно, во-первых, сокрушит наше сердце, оно размягчит его. Все твердыни, да? Но если мы берем это Слово, ты берешь Слово и говоришь его, оно может сокрушить сердца людей, как Петр проповедовал, и они умилились сердцем, говорят, мужи и братья, что нам делать, чтобы спастись? Я бы хотел, чтобы Слово было во мне, такое Слово, в тебе, в нас. Однажды один великий евангелист, брат Рейхард Бонке, он услышал голос Духа Святого во время собрания, когда Бог начинал его использовать очень сильно. Перед этим он был, работал как миссионер, как евангелист, но тот проповедник, через которого Бог творил чудеса, он уехал, ему нужно было проводить собрание самому, он очень переживал, потому что он пригласил больных, слепых, хромых. И когда этот проповедник уехал, он сказал, Бог сказал мне уехать. Тогда этот евангелист, миссионер Бонке, он поехал на собрание, он был очень расстроен, он ехал и говорил, Господи, я буду проповедовать, я буду проповедовать. И он имел терзновение. И во время собрания он услышал голос, Слово Мое в Твоих устах так же сильно, как Слово Мое в Моих устах. Сила Божия наполнила его необыкновенным образом, и он сказал, слепые вот здесь, он сказал, сейчас вы увидите своего белого проповедника. И именем Иисуса Христа, Своего Божия, повелеваю вам прозреть. Шесть человек закричали, я вижу, я вижу, шесть слепых они закричали. Это был потрясающий момент славы Божьей. Хвала Господу за это. Аллилуйя. Множество людей приняли Иисуса Христа в свое сердце. Но именно Бог сказал ему, он действовал на основании Слова Божьего, которое Бог сказал ему. Он говорит, Слово Мое в твоих устах так же сильно, как Слово Мое в моих устах. Я думаю, многие из нас хотели бы, чтобы Бог подобным образом приблизился к нам, чтобы иметь дерзновение, опираясь на Слово Господне. Аллилуйя. Поэтому Господь возвеличивает свое Слово, написано, превыше всякого имени своего. Псалом 137-й говорит нам, что Он превоснес Слово превыше всякого имени своего. У Бога великие имена. Великие имена. Он есть Бог, шалом, то есть несущий мир, рафа, то есть исцелитель. Он Бог, освящающий нас. Он Бог, праведный. Разные имена в еврейском подлиннике Иегова Ирах, Иогова Рафа и так далее. И Эмкадеш, это значит праведность наша. И у Него есть много имен. Он Бог всемогущий. Его Слово Он поставил превыше всякого своего имени. Слово Бога и Бог это одно. И Он написано бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро нам необходимо важно уважать Слово Господне и трепетать пред Словом Божьим так, как оно заслуживает этого. Слово Господне является молотом, является огнем, и оно может стать нашим мечом, твоим мечом, потому что Бог говорит нам о том, что существует духовный мир, Библия рассказывает нам о том, что есть дьявол, есть ангелы, они падшие, они побеждены Господом, но мы можем побеждать их именно Словом Божьим. У нас есть преимущество, что в Новом Завете, потому что Христос умер и победил сатану и воскрес, имеет власть, Он дал нам право, Он дал нам власть и право побеждать силы сатаны в борьбе. Есть такая привилегия для детей Божьих, милость, потому что Христос победил, и если мы используем Слово Божье, подобно мечу, тогда у нас есть возможность победить. Христос победил сатану Словом Господнем в пустыне. Он сказал, отойди от меня сатана, ибо так написано. Он противопоставил дьяволу Слово Божье, Он противопоставил Искусителю Божье Писание, Он противопоставил сатане то, что говорит Господь. Таким образом дьявол должен был отступить. Не сразу, не с одного раза, с третьего раза, но он отступил. Ты не должен останавливаться. Я говорил сатане, он мне не послушался. Я вот пытался повелеть, он опять пришел. Бог говорит нам, чтобы мы вели брань. Мы не просто сказали, но чтобы мы вели брань, чтобы сражались. И поэтому Слово Господне может стать мечом в своем сердце. На основании Слова Господнего ты выступаешь против дьявола, ты отгоняешь его болезни, ты отгоняешь сатану. Используй Слово как меч. Возьми его в свое сердце, тогда оно будет твоим мечом. Павел говорит, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Ифесянам, 6 глава, 17 стих. В Откровении 12 главе, 11 стихом говорится, что эти Божьи люди, святые, победили сатану, чем? Словом свидетельства своего и кровью Агнца. Кровью Иисуса Христа, то есть через омытие от греха, второе, через Слово свидетельства своего. Они победили сатану. Сатана боится Слова Божьего, и нам необходимо принимать Слово Божие. Я бы хотел тоже пожелать, чтобы мы Слово Божие ценили превыше всего, превыше своего слова, превыше своих мнений, своего суждения, чтобы мы стремились запасаться Словом Господнем, то есть его имели на особым счету, на особом месте в своей душе. Господь сказал о наших словах так, пусть Слово ваше будет да, да, нет, нет. Яков говорит апостол, что мы все много согрешаем, именно он делал ударение на Слово, кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. То есть наши слова, пусть будут немногие, как написано в Экклезиаста, наши слова, и наши слова, они как бы, ну, они не имеют силы, они имеют плотскую силу, разрушительную силу, но Божьи слова, они имеют силу. Если мы будем кратки, то есть я краткий и смиренный, но Слово Божье во мне будет говориться, то это то, что хочет Бог. Если я говорю по-человечески, то Бог молчит тогда. Божье Слово, и это слово стало нам реальным и доступным через служение Господа Иисуса Христа. Поэтому мы имеем благословенный Новый Завет, как мы называем Евангелие и послание апостолов, которые нам переданы Слово благодати, Слово любви. Это уже не Слово осуждения, это Слово оправдания, это Слово веры, которое мы проповедуем, говорит апостол Павел. Слово веры. Поэтому быть сильным верующим значит быть сильным в Слове, значит быть сильным верующим. И поэтому да благословит нас Господь. Павел говорит, я благодарю, что вы приняли Слово не как человеческое, но как Божье, какое оно и есть поистине. Еще в одном слове сказано, вы приняли Евангелие, которое я благовествовал, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, говорит Павел в 1 Коринфянам 15 главе. То есть, вы приняли Евангелие, которым спасаетесь. Вот почему оно так ценно, вот почему оно так дорого. Возлюбим же Слово Господне, возлюбим Его. Пусть Бог благословит нас возлюбить Его Слово. Это, наверное, не то чтобы бесконечная тема, но очень обширная тема, которую каждый из нас может познавать. Да поможет нам Господь пребывать в Слове Его. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...